Десногорские полицейские А сейчас об этих и других событиях подробнее. 10 ноября на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня сотрудника Органа внутренних дел, лучшим десногорским полицейским, были вручены почетные грамоты и медали МВД России за отличия в службе 1, 2 и 3 степени. Поздравляем! А в областном центре накануне этого праздника был открыт музей истории смоленской полиции. Смотрите о событии в нашем следующем сюжете. Церемония открытия состоялась у культурного центра управления МВД возле мемориала солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. Музей – это то место, где молодежь, которая еще только начинает свою службу в органах внутренних дел, может узнать, как работали их предшественники, а ветераны вспомнить о своих трудовых буднях и поделиться своим богатейшим опытом с ныне действующими сотрудниками. Новый музей рассказывает об истории органов правопорядка, начиная с эпохи Ярослава Мудрого. Подобного музея нет нигде в России. Сотрудниками УМВД было найдено более 6 тысяч различных документов, связанных с эпохами становления органов правопорядка. Были подобраны выставочные образцы XV-XVIII веков. Поиски экспонатов велись в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ярославле, Вологде, Краснодарском крае, Казани, Минске, Бресте и частично в Центральной Сибири. Музей готов принять своих первых посетителей. На оперативном совещании председатели комитетов и руководители муниципальных служб города подвели итоги минувшей недели и определили задачи на текущую. Глава администрации представил Андрея Шубина, который с 6 ноября назначен на должность генерального директора муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий». А медсанчасть 135 предлагает путевки для десногорцев. Имеется 10 путевок в санаторий Решма. Это Ивановская область общетерапевтического профиля 7 и 9 декабря. Также имеется 30 путевок в санаторий Малаховка, это Подмосковье, со 2 декабря. Также общетерапевтического профиля. Путевки бюджетные, то есть бесплатные. Обращаться нужно к заместителю начальника по поликлиническому разделу работы Тимофееву Анатолию Алексею. Обо всех мероприятиях, запланированных на совещании, мы обязательно расскажем в наших информационных выпусках. А в Смоленске, как сообщают РИО Новости, депутаты Смоленского городского совета при тайном голосовании избрали главой города Николая Алашеева. Решение об избрании вступает в силу со дня его принятия. Со 2 по 11 ноября молодежный центр провел ежегодную городскую акцию «Я доброволец». Волонтеры по всему городу собирали вещи, книги и игрушки для малоимущих десногорцев. Акция проводилась при поддержке Комитета по культуре и молодежной политике нашего города. Целью является оказание адресной помощи странождающим семьям, тем, кто оказался в трудном материальном положении. В эти дни были организованы передвижные пункты по городу. Одним из мест сбора вещей стал молодежный центр, куда добросердечные десногорцы принесли одежду, обувь и книги. В акции приняли участие многие жители города. Я очень рада, что существует такая акция «Я доброволец», где можно сдать вещи, какие-то ненужные книги, но необходимые тем, кто в них нуждается. Все собранные вещи будут волонтерами адресно переданы малоимущим, нуждающимся многодетным семьям и детям-сиротам. Хотелось бы поблагодарить девчонок и мальчишек из молодежного центра за проведение этой акции. Также хотелось бы поблагодарить жителей города Десногорска, которые участвуют ежегодно в этой акции. Уже второй год акция показывает, что десногорцы неравнодушные и отзывчивые и всегда готовы прийти на помощь. В пятый раз Десногорск стал центром проведения ежегодного фестиваля детско-юношеского творчества «Юные таланты за безопасность». У нас проходит межмуниципальный этап, где отбираются лучшие номера, которые потом будут представлены в финале. Областной фестиваль планируется провести в декабре. Этот фестиваль имеет выход на всероссийский уровень и при поддержке президента проходит всероссийский фестиваль. И наши ребята три года проводят этот фестиваль на всероссийском уровне. Все три года смоленские ребята участвуют и очень успешно, постоянно они у нас в призах. Дети из Десногорска, Рославля, Ершичей и Шумячей соревновались в четырех номинациях – вокальное и хореографическое искусство, художественное чтение и театрально-музыкальные композиции. А оценивало выступление «Юных талантов» на противопожарную тематику компетентное жюри. Нам кажется, что мы хорошо выступили и будем принимать участие в других конкурсах. Я хочу работать пожарным, когда вырасту. Почему тебе нравится эта профессия? Потому что она самая из лучших профессий, которые я знаю. Помогать людям – одно из главных качеств, которое должно присутствовать в каждом человеке. Юные десногорцы хорошо выступили во всех номинациях. Информация от пресс-служб Управления МЧС России по Смоленской области. На 1 ноября на территории нашего региона зарегистрировано 1009 пожаров. Из них на территории Десногорска – 13. В огне погиб один человек, и один получил травмы и ожоги. По статистике, наибольшее число возгораний происходит в жилье десногорцев. Среди основных причин пожара специалисты называют. Неосторожное обращение с огнём. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей на дачах. Уважаемые десногорцы, берегите своё жилище и имущество от пожара. Телефон Единой службы спасения – 101-112. А сейчас информация для жителей Десногорска, уже планирующих свой отдых на новогодние каникулы. 6 ноября российские коммерческие авиакомпании приостановили выполнение всех регулярных транзитных и чартерных рейсов с пассажирами на борту в пункты на территорию Египта. Росавиация обращается к пассажирам, которые планируют в ближайшее время перелёт из городов России в города Египта. Не прибывать в аэропорты вылета. Рейсы в Каир, Шарм-Аль-Шейх и Хургаду выполняться не будут. ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИНСПЕКЦИЯ Предварительные и полуфинальные поединки. А в субботу, 14 ноября с 11.00, состоятся финальные соревнования и торжественное закрытие турнира. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова